Я подогнал машину. Водитель Алексей Трушин – главный очевидец всего произошедшего. Именно он, загоняя в бокс грузовую «Газель», почувствовал, как заднее левое колесо уходит под землю. Автомобиль удалось вытащить при помощи подъёмного крана. Вскоре на место события прибыли городские спасатели и сотрудники Кунгурской лаборатории стационара Горного института Уральского отделения Российской академии наук. Как с пелеологом, им интересны любые провалы. Тем более такой, в котором даже невооружённым глазом видны старые брёвна и каменная кладка. Спуститься в провал одновременно готовились и спасатели, и учёные. В результате первой отправилась с пелеолог Наталья Лаврова. Снаряжение нехитрое. Специальный костюм, альпинистская верёвка, пара карабинов. Казалось бы, опасного ничего нет. Позади у Натальи десятки спусков на пятиметровую глубину. Но она вдруг резко почувствовала себя плохо. – Верно, укрикислый, как скопился. – Девайте кверху, поднимайте, поднимайте. – Сейчас она сама скажет. – Не, лопни, лопни, лопни. – Раз, не уйти кверху, раз, не чё. – Игонит, не по чуть-чуть. – Тихонько. – А, Наталья, ноги переставляй. – Дайте руку сюда. – Там углекислый газ курсился, там хоть кого сейчас это. У Натальи Лавровой на глубине сразу началась одышка. Закружилась голова, стало трудно дышать. Такое бывает от большого скопления углекислого газа. Коллеги вовремя успели поднять её наверх. Загадочный провал требовал работы со специальной техникой. – Спускаться при таких обвалах нужно в аппаратах на сжатом воздухе. То, что сегодня делали, просто так спускались, это категорически запрещено спускаться. Среди прочего спасательного оборудования оказался и дыхательный аппарат с сжатым воздухом. Теперь по всем правилам техники безопасности подготовился к спуску профессиональный спасатель Александр Мельчаков. По его рассказу, видимая глубина непредельная. Стена уходит вниз ещё метров на 15. Его впечатления совпали с описаниями Натальи Лавровой. – Это балка, на которую я ступила, над ней. Это тоже всё-всё гнилые брёвна. И вот эта вся сыпуха держится как раз на ней. Там брёвен очень много. Но там стена ровная, видимо, то ли кладка, а может быть просто отвес какой-то. Но пространство там довольно внушительное ещё. Провал произошёл во дворе бывшего купеческого особняка. Не исключены версии, что это один из городских подземных ходов или часть укрепления Кунгурского Кремля. Над разгадкой тайны предстоит поломать голову целому содружеству спелеологов и археологов. Юлия Долгова, Михаил Овсечик. Специально для Новостей из Кунгура.